Управление образования администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан представляет экспозицию «Технопарк. Город будущего», демонстрирующую достижения лаборатории «Технопарк. Город будущего» объединил в сеть 27 лабораторий технической и естественно-научной направленности учреждений дополнительного образования. Здесь обучающиеся и студенты внедряют проекты по заказам промышленных предприятий и бизнес-структур, получают государственные патенты на свои изобретения. В рамках городской выставки «Инновационный потенциал Уфы» проходит открытый городской марафон «Смарт-идей». Он является творческой встречей форума, площадкой для педагогического общения, методической полемики и исследований в техническом и естественно-научном направлении. Марафон «Смарт-идей» – это еще и конкурс, по результатам которого определяются победители в номинации «Лучший мастер-класс» или «Лучший творческий проект», «Лучший представленный опыт», «Лучшая районная выставка-презентация», «Лучший проект обучающихся», «Техно-дебют». Свои экспонаты на выставке представляют 19 образовательных организаций города Уфы. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на открытом марафоне «Смарт-идей» городского образовательного технопарка «Город будущего». Сегодня мы представляем несколько площадок, ресурсных центров. Для вас представят интересные проекты, учащиеся различных объединений. И каждый из них расскажет вам о своем проекте лично сам. Я сделал проект «Эко-школа» и «Квадропорт». «Эко-школа» — это доработка школы номер 100. Мы установили солнечные фонари, которые заряжаются днем. Когда уже становится темно, они включаются. Установили теплицу для изучения ботаники и для выращивания микрозелени для столовой. Установили солнечные панели для того, чтобы когда школа отключается от электроэнергии, все равно можно было учиться. Спортивная площадка. Установили накопительные аккумуляторы под крышами, заряжаются от солнечных батареек. Установили солнечную станцию «Квадропорт», которая можно с помощью «Квадропорта» доставлять, к примеру, еду для столовой или какие-то различные документы. Раздельный сбор мусора. Более детально показано на этом проекте. «Квадропорт» — это солнечная станция, которая заряжает квадрокоптер по беспроводной зарядке. Солнечная панель заряжает накопительные аккумуляторы, которые отдают энергию к беспроводной зарядке. Мы установили РТК-станцию для более точной посадки дронов. Данный проект можно использовать в доставке каких-то различных предметов по городу. Мы сделали станок для впрессовки банок. Мы его сделали за то, чтобы не тратить много денег на проект солнечного коллектора. Станок может сопрессовывать банки. Мы, получается, берем банки, отрезаем дно и горловину. Трубы не боятся холода и тепла. Не собирается там конденсат. Мы не тратим денег на алюминиевую гофру. И также мы очищаем природу, и у нас, получается, алюминиевые трубы. И это мой проект – медицинский дрон. Его я решил сделать из последних войн. Тысячи жизней погибли на войне с Украиной и Россией. Чтобы хоть как-то уменьшить количество смертей, я решил сделать такой проект, как медицинский дрон. Этот дрон спокойно может отвезти аптечку на горячие точки и линии. Он может прилететь в реки, равнины и другие неровности, где не сможет проехать даже медицинская помощь на машине. В аптечку входят 500 грамм медикаментов, такие как жгуты, обезболивающие, гель от ожогов, антишоковые и другие медикаменты. Плюсы этого дрона в мобильности, грузоподъемности, легко обслуживание неисправных деталей, дальность полета и размеры. А минусы, их не так много, это легко его сбить в воздухе, так как он считается очень медленным. Я сейчас хотел бы подвести заключение. Этот дрон может спокойно спасти не одну тысячу жизней, так как подобных проектов попросту мало кто хочет реализовать. На этом все. Спасибо за внимание. Представляю на конкурс мой проект «Ленточный сортировщик». Интенсивная работа по развитию сельского хозяйства в сфере импортозамещения требует автоматизации процессов производства и сортировки продукции в сельском хозяйстве. Мой робот – ленточный сортировщик, предназначен для сортировки фруктов и овощей. Мой робот при необходимости может выбирать и убирать из ленты конвейера испорченные продукты, например, гнилые яблоки. При необходимых программах он может сортировать яблоки по цветам. Красный – красный, желтый – желтый, зеленый – зеленый. Мой робот работает в следующем образом. В небольшой контейнер загружаются яблоки. Яблоки подают автоподачик на ленту конвейера. Яблоки, двигаясь по ленте конвейера, проходят через световой дач, который определяет испорченную продукцию. Испорченная продукция удаляется с ленты конвейера. Отсекать хорошие яблоки продолжают движение по ленте конвейера и попадают в специальный контейнер. Далее контейнер двигается по второй ленте конвейера и попадает к манипулятору, который убирает контейнер с ленты конвейера и ставит в сторону. Данный цикл действий повторяется многократно до тех пор, пока на ленту конвейера поступает яблоки. Также сортировщик оснащен беспроводной системой видеонаблюдения, сигнал от которой идет на мобильный телефон оператором по сигналу по протоколу Wi-Fi без доступа к сети интернет и с доступом к сети интернет. Также сортировщик оснащен солнечными батареями. В дневное время суток батареи заряжают аккумулятор, в темное время дают энергию светодиодным прожекторам. Мой робот создан на Lego MinStorm. При создании использовано два мини-компьютера, три больших мотора, четыре средних мотора, два ультразвуковых датчика и один цветовой датчик. Надеюсь, что мой проект принесет пользу сельскому хозяйству. Спасибо за внимание. Космотур. Игра создана с оглядом на такие разные вещи, как Starbound, Страна драконов, Немецкай, Камень, Ножницы, Бумага и частичного Subway Surface. От Starbound взяли пиксельный стиль, логику боев, астрона драконов, путешествие и знамя из Кана. Взяли усложненный вариант Камень, Ножницы, Бумага, бесконечный режим и подсчет очков как Subway Surface. Я представляю проект «Умная школа». Так как в настоящее время школа занимает много территорий из-за различных спортзалов, стадионов, то я совместил все эти комплексы в одно здание. Здесь сразу множество комплексов в одном здании, и спортзал, и конюшня, и ипподром, и бассейн, и даже обсерватория для изучения космоса. Также есть здесь проекты и трехуровневая дорога, которая совмещает сразу несколько движений, и космический лифт, а также высотное метро. Это мой проект «Умная теплица». В ней есть автоматизированный полив, реализованный методом гидропоники. Также здесь есть климат-контроль. То есть, когда слишком холодно включается лампа нахаливания, когда слишком жарко, то вентилятор. Есть освещение, чтобы растения быстрее росли. Оно реализовано с помощью виталампы и специального датчика освещенности. В рамках выставки в течение трех дней были проведены 28 мастер-классов технической и естественно-научной направленности. Выставка разделена на шесть блоков. Экобиотех, нанотехнологии и конструирование, виртуальное моделирование природных объектов, инжиниринг, моделирование и прототипирование, информационные технологии, робототехника и мехатронные системы, полиграфия и киностудия. Демонстрируются видеоролики, сделанные объединением видеостудии «Свет» станции юных техников. Посетители выставки заинтересовали следующий проект. Солнечный коллектор «Микро ГЭС», Центр технического творчества «Гефест», Умная парковка, Умная система безопасного входа, Центр детского творчества «Глобус», Умный экскурсовод, мобильный звуковой курс по гражданской обороне, Центр детского технического творчества «Питрыж», Ферма будущего, зерноуборочный комбайн, Республиканского детского технопарка, ленточный сортировщик станции юных техников. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Мы сегодня присутствуем на форуме «Смарт-идей». Сегодня здесь очень интересно, сегодня здесь очень увлекательно для человека любого возраста. Для ребенка здесь есть большая возможность посмотреть самые различные виды конструирования, проектирования, прототипирования, программирования. То есть всего того, что может заинтересовать современного подростка, современного младшего школьника. Для педагогов здесь тоже масса всего интересного. Можно посмотреть вообще, чем можно заняться с детьми, что им интересно и что из этого может получиться, что из этого может выйти, и чем может гордиться ребенок, сделав что-то своими руками. Родителям тоже рекомендуется сходить на данное мероприятие, потому что здесь можно увидеть вообще, чего может достичь ваш ребенок, занимаясь вот этим техническим творчеством, совместно, параллельно занимаясь экологией, параллельно занимаясь умными домами, параллельно занимаясь сохранением окружающей среды, сохранением своего здоровья, выращиванием там всего-всего натурального, проектированием собственного дома и так далее. То есть надо сказать о том, что вот то мероприятие, на которое мы сегодня пришли и в рамках которого мы сегодня рассматриваем все современные достижения нашего педагогического сообщества в рамках дополнительного образования города Уфы, это нечто, что позволяет ориентировать многих других школ, школьников, образовательных учреждений на инновационное направление деятельности, может показать, какие лаборатории могут открываться, какие кружки могут функционировать, какие проекты могут создавать дети совместно со своими преподавателями и как эти проекты могут быть реализованы в реальной практике совместно с работодателем, потому что подчас дети выдвигают вообще замечательные идеи и относительно дорог, и относительно дизайна квартиры, и относительно строительства домов, и относительно материалов, из чего это нужно делать, И относительно оформления и ландшафтов, и дизайна, и внутреннего, и внешнего. Поэтому очень вам рекомендую. Посетите, пожалуйста, эту выставку. Марафон смарт-идей подошел к концу. Ребята защитили свои замечательные проекты, посмотрели инновации промышленности, ознакомились с новшествами и идеями и ушли с новыми мыслями в будущий учебный год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова